Приветствую гостей и подписчиков моего канала. В сегодняшнем мастер-классе я хочу показать вам, как связать такой свитер крючком. Его вязать в общем не сложно, я буду делиться с вами схемой и постараюсь подробно объяснить весь процесс вязания. Если вам нравится идея этого видео и вообще мастер-класса, не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал, мне будет очень приятно. Я уже связала 6 рапортов вверх, то есть вот первый рапорт, там где мы вязали везде по одному столбику. Это первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой, я считаю по вот этим вот треугольникам. Остановилась на ряду, там где мы делали по одному столбику с накидом в этом треугольнике. Дальше будем вязать пройму. Я вам буду показывать, как начинать и заканчивать ряд. Сейчас я покажу вам, как я делала на первом бокове. Пройму мы вяжем поворотными рядами. Начало ряда у нас начинается с петель на подъем. Вяжем вот так вот, приходим сюда и нам нужно отзеркалить полностью вот эту сторону. Здесь мы делали петли на подъем, мы перешли вот сюда вот и делаем в эту же петельку столбик с тремя накидами. Нам нужно делать такой столбик примерно, чтобы он был равен длине наших петель. Дальше мы сделали столбик с тремя, столбик с накидами. Можем сделать несколько... По рисунку мы иногда делаем несколько соединительных петель и отсюда уже начинаем ряд. Переходим в этом ряду обратно. Сюда довязываем и делаем снова соединительные петли и вяжем следующий ряд. Вот. И так провязываем всю пройму. Я буду вязать практически полностью опираясь на вот эту схему. Фотографию в более крупном плане вы найдете в описании под видео. Сейчас мы находимся на вот этом вот ряду. Следующий ряд, вот этот. Вяжем, как обычно, мы вязали все предыдущие рапорты. И со следующего ряда мы начинаем делать пройму. Заканчиваю ряд. И начинаем делать пройму. Полустолбиками мы переходим вот сюда, в эту арку. Вот я на серединке этой арки. Делаем 4 воздушные петли. Пропускаем эту арку и в следующую делаем полустолбик. В следующую арку делаем еще один полустолбик с одним накидом. И в эту же арку еще столбик с накидом. Сюда в центр один столбик с накидом. И дальше продолжаем вязать, как мы и вязали. В следующую арку два столбика с одним накидом. И в следующую арку столбик с одним накидом. В итоге мы связали 7 столбиков. Только первые два столбика у нас не столбики с накидом, а полустолбики с накидом. В конце нашего ряда мы связали 5 столбиков. И не забываем, что последние два столбика, как мы вязали здесь, Здесь надо сделать не столбики, а полустолбики. В эту же арку я делаю полустолбик. И в следующую еще один полустолбик. Вот эти петельки мы видим, которые мы делали в начале ряда. И в эту же арку, с которой они идут, делаем столбик с тремя накидами. Вот как у нас получилось. Поворачиваем вязание. Мы должны оказаться на четвертом столбике, чтобы начать ряд. Вот первый столбик у нас столбик без накида. Это первый, второй, третий, четвертый столбик. Мы должны перейти на четвертый столбик с накидом. У нас остается 4 столбика. Одна петелька и в эту же петлю столбик без накида. Дальше делаем 2 полустолбика. Следующие 2 петельки. И столбик с накидом в последнюю петлю. Видим, как у нас плавно закругляется вязание. Дальше вяжем по схеме 3 воздушные петли. И в эту арку 3 столбика, 3 петельки и 3 столбика. В конце ряда делаем столбик. 2 полустолбика и столбик без накида. Здесь вот мы пропускали первый столбик, как и мы вязали раньше. А в этом крайнем рапорте, как и вот здесь вот, мы провязываем каждый столбик. Поэтому делаем столбик в первый столбик прошлого ряда. Следующие 2 столбика по одному полустолбику с накидом. И столбик без накида. Поворачиваем вязание. Переходим на вот этот вот столбик. 2 воздушные петли. И в следующую арку делаем 4 столбика с накидом, 5 петель и 4 столбика. И еще один момент. Так как мы вяжем поворотными рядами, все время пропускаем столбик только с правой стороны. И вяжем столбик с накидом во второй столбик. В конце ряда делаем столбик с одним накидом вот сюда, вот в первый столбик. Поворачиваем вязание. И переходим на серединку нашей арки. 5 петель. И в эту же арку делаем 4 столбика с накидом. 3 петли. Столбик с одним накидом во второй столбик. И провязываем столбики до конца. У нас тут 4 столбика. В конце ряда сделали в арку 4 столбика, 5 петель и столбик без накида в эту же арку. Дальше делаем 7 воздушных петель. Поворачиваем вязание. И в эту же арку 4 столбика с одним накидом. 3 воздушные петли. И 3 столбика без накида. В конце ряда я связала 4 столбика с накидом и 2 петельки. 2 накида. И делаем столбик примерно туда, откуда у нас были вот эти 3 петельки. 3 воздушные петли. Поворачиваем вязание. Еще 2 петли. И в эту же арку еще 4 столбика с одним накидом. 2 воздушные петли. И 2 столбика с накидом. В конце ряда сделали 4 столбика с накидом, 2 петельки и столбик с накидом. 5 петель. Поворачиваем вязание. И 4 столбика с накидом. В конце ряда сделали 4 столбика с накидом в последнюю арку. 5 петель и столбик без накида туда же. Поворачиваем вязание. Поднимаемся соединительными петлями на середину нашей арки. 3 воздушные петли. 2 недовязанных столбика в эту же арку. И провязываем в следующую арку вот сюда еще 2 недовязанных столбика. Провязываем все петли одним накидом. В конце ряда сделали 3 воздушные петли и столбик без накида в последнюю арку. Дальше делаем 3 воздушные петли. Поворачиваем. Делаем 1 полустолбик в первую арку. И соединяем с первой воздушной петлей. Еще один столбик с накидом. Столбик с накидом посередине. И в следующую арку 2 столбика с одним накидом. И в следующую арку еще 1 столбик. В конце ряда сделали 5 столбиков. И делаем 2 полустолбика с одним накидом. И провязываем их одной петлей. 3 воздушные петли. Поворачиваем. В следующую петельку делаем недовязанный столбик с накидом. И провязываем вторую петлю через первую. И 4 столбика с одним накидом. В конце ряда сделали 4 столбика с накидом, начиная с первого столбика прошлого ряда. Дальше делаем в следующую петельку недовязанный столбик с накидом. И в следующую петельку точно такой же столбик. Соединяем все петли. 3 воздушные петли. Поворачиваем вязание. И с левой стороны отсчитываем третий столбик. Первый, второй, третий. В него делаем столбик с одним накидом. И в следующую петельку еще один столбик. 3 воздушные петли. И в эту арку 4 столбика с накидом. В конце ряда отображаем начало ряда. То есть первую петельку пропускаем. И вторую и третью вяжем столбики с одним накидом. В последнюю петлю делаем столбик с одним накидом. Поворачиваем вязание. В следующую петельку делаем одну соединительную петлю. 3 воздушные петли. И в следующий столбик делаем столбик с одним накидом. Вторую петлю провязываем через первую. 3 петли. И 4 столбика с накидом. В конце ряда у нас здесь остается 2 столбика. В каждый этот столбик делаем по одному полустолбику. Не довязываем. И провязываем 3 петли одним накидом. 7 воздушных петель. Поворачиваем вязание. Делаем столбик без накида в первую арку. 4 петли. Столбик во вторую арку. В конце этого ряда, когда мы сделали столбик без накида, мы видим здесь 2 столбика с накидом. Делаем 3 накида и между ними этот столбик с 3 накидами. Поворачиваем. Вот у нас эта арка. И мы поднимаемся на серединку этой арки. 1 воздушная петля. Столбик без накида. 3 петли. Еще 1 столбик без накида. 5 петель. 4 столбика с 1 накидом. Ряд закончили столбиком без накида. Дальше повернули вязание и переходим на середину второй арки. 3 воздушные петли. И 4 столбика с накидом сюда же. 1 петелька. 1 столбик с накидом. Заканчивая ряд, делаем 5 столбиков с накидом в последнюю арку. 3 воздушные петли. Поворачиваем вязание и делаем столбик с накидом между крайним столбиком и предпоследним. Недовязываем этот столбик. И делаем 2 недовязанных столбика в следующую арку. И провязываем все петли 1 накидом. 3 воздушные петли. Столбик без накида. В конце ряда сделали 2 недовязанных столбика в эту арку и 2 между вот этими 2 столбиками. 1 воздушная петля. Поворачиваем вязание. В первую арку делаем столбик без накида. Во вторую 1 полустолбик. 2 воздушные петли. И в эту арку 2 столбика, 2 петельки и 2 столбика. В конце ряда сделали 3 воздушные петли и у нас остается 2 арки. В первую арку делаем 1 полустолбик. А во вторую столбик без накида. И дальше обрезаем нить и наш рукав готов. Я взяла основную часть и соединила плечевые швы столбиками без накида с изнаночной стороны. Вот так вот мы прикладываем у нас эта лицевая сторона. Поворачиваем наизнанку. Вяжем нить с каждой стороны. То есть вот здесь вот и с задней стороны. Вот как получилось. А вот лицевая сторона. Дальше будем прикреплять рукава к нашей пройме. Я уже соединила один рукав. Вот вы видите, как у меня получилось. Там где плечико у меня получилось немного тянуто. Я так сделала специально. Для того, чтобы соединить, выворачиваем рукав и туловище на изнаночную сторону. Складываем рукав одинаково, чтобы было пополам. Вот так вот. Так же самое и тут, на этой стороне туловища. Сначала соединяем отсюда и отсюда рукав. Связываем вот эту часть. Вот тут у нас на узоре есть треугольник. Я просто прикладываю. Вот так прикладываю. И вот эту часть я соединяю ровно до треугольника. Потом так же самое я делаю с задней стороны. Перецепляю к задней стороне тоже до вот этого треугольника, который у нас по узору. Когда мы соединяем перед, то когда мы довязали до треугольника и соединили, я обрезала нить и оставила, втянула ее в иголку и продела через все остальное, что у меня осталось до вот этого треугольника. То есть это когда мы уже соединили и перед, и зад. Я делаю первую петельку. Вводим крючок в серединке на туловище, на рукаве и на туловище. Вытягиваю нить в столбик без накида. И прикладываю эти две части вместе. И просто начинаю соединять столбиками без накида. Я это делаю до тех пор, пока мы не придем к вот этому вот треугольничку, который у нас на рисунке. Соединяем до верхнего столбика. Вот я дошла до треугольника. Вот он у нас. Соединила. И оставляю нить. Я отрываю нить. Теперь то же самое я делаю с задней стороны. Снова ввожу нить, цепляюсь, закрепляю и делаю то же самое до вот этого треугольника. С изнаночной стороны я довязала до этого треугольничка. Дальше вот эту вот нить, которую мы оставили с передней стороны, я ввела в цыганскую углу. И теперь по краю рукава просто проводим обычным швом, чтобы впоследствии стянуть его немного. И теперь стягиваем немного. И вот таким вот образом, как мы и присоединяли рукав к туловищу, продолжаем это делать. Заднюю ниточку мы не обрезали. Вот эту нитку мы вплетаем вместе с вязанием. Продолжение следует... Продолжение следует...